Система подготовки кадров по 50 востребованным профессиям будет совершенствоваться и дальше. Какая работа уже проделана и приносит ли эффект сеть межрегиональных центров компетенций, об этом сегодня говорили члены Координационного совета в Москве. К диалогу пригласили и властей регионов. На связь вышел и глава Чуваши. Межрегиональные центры компетенции, а таких по стране сейчас 7, продолжают опробировать новые методики. Уже в следующем году МЦК должны стать базой для колледжей и техникумов. Планы перед властями на местах обозначила министр образования страны. Мы считаем, что МЦК должны стать лидерами продвижения инновационных методик в массовообразовательную практику. Именно на их базе нам предстоит вместе с вами создать кластеры объединений по трансляции передового опыта. И в этих целях в 2018 году Министерство образования и науки Российской Федерации окажет поддержку 34-м субъектам Российской Федерации, в которых будут создаваться региональные площадки сетевого взаимодействия по продвижению новых образовательных технологий и методик обучения. В центре компетенции столицы республики обучают специалистов в области электроники, радиотехники и автоматизации. Глава региона отмечает, что благодаря проекту свою квалификацию повысили порядка 3000 человек. Система подготовки кадров уникальна. На базе Мехоригинального центра компетенции создано 13 лабораторий, 6 учебных мастерских на 341 рабочее место, тренировочный полигон по 4 компетенциям. Это такие, как промышленная автоматика, электроника, лабораторный химический анализ, техническое обслуживание медицинской техники. На создание условий для подготовки специалистов, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства с внебюджетным источником почти 600 миллионов рублей. В том числе это почти 500 миллионов рублей или 82% это средства федерального и регионального бюджета. По-другому говоря, хочу это в особенности подчеркнуть, это огромные инвестиции в человеческий капитал. На базе центра тренируется и национальная команда «Союза молодых профессионалов». На базе МЦК было проведено два оригинальных чемпионата «Молодые профессионалы». Если в 2016 году в чемпионате принимали участие 19 студентов по 6 компетенциям, то по итогам уже текущего года 34 студента приняли участие по 9 компетенциям из 32 компетенций чемпионата. В текущем году на базе тренировочного полигона прошли отборочные соревнования на право участия в финале 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Меликроника» и «Лабораторный химический анализ». Перед центрами компетенции стоит задача достичь нового качества подготовки студентов, отмечает федеральный министр. Уже до конца 2020 года по инновационным стандартам ТОП-50 необходимо обучить более 50 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.